Мы открываем выставку, выставку Sonya Delane 130. Это совместный проект фонда изоляции Ассоциации графиков дизайнеров 4-й блок и студии GravProm. О том, почему возникла идея сделать конкурс плакатов и посвятить его Sonya Delane, подробнее расскажет Илья Павлова из GravProm. Я же хотела сказать, почему фонд изоляции поддержал эту инициативу. Во-первых, мы хотели в очередной раз привлечь внимание к тому, что Sonya Delane – это знаменитая художница украинского происхождения. Нам хотелось снова вернуться к теме, что Украина – это земля, дала большое количество талантов, большое количество людей разных национальностей, которые, в общем-то, черпали свое вдохновение здесь, на этой земле. И мы хотим говорить о том, что Sonya Delane родилась в Украине, Казимир Малевич родился в Украине и Прокофьев тоже. И огромное количество других художников и творческих людей. В будущем мы планируем запустить проект, посвященный конкретно художникам, родившимся в Украине. Второй момент. Sonya Delane – художница-абстракционистка, которая реализовала себя в очень многих прикладных сферах. Это то, что мы сейчас называем креативными индустриями. И это то, что вы можете посмотреть у нас на четвертом этаже. Креативное сообщество iZone, объединяющее мастерские, где можно с помощью различных техник создавать свои работы. И у нас есть магазин, где вы тоже можете увидеть, как с помощью техники шелкографии можно создавать интересные работы. Еще один важный момент. Sonya Delane – это женщина в искусстве. Женщина, которая развивала свой талант не в тени своего мужа, тоже знаменитого художника Роберта Delane, а вела свою линию и создала свой стиль. Вы можете видеть, насколько он яркий и запоминающийся. Изоляция стартует конкурс дизайна. Мы бы хотели провести такое соревнование среди дизайнеров и художников, которые могут прислать свои работы в стиле Delane или обыгрывая стиль Delane. И речь о создании сувенирной продукции. В скором времени эта информация будет на нашем сайте и в соцсетях. В рамках выставки мы также проводим параллельную программу событий. Это не только теоретические события, но также практические занятия. Например, в это воскресенье будет на четвертом этаже проходить воркшоп по шелкографии. Его проводит студия Сереграф, шелкографская студия. Начало в 12 часов. Я передаю слово Илье. Он подробнее расскажет, почему же Соня Delane вдохновила Графпром и четвертый блок на создание этой акции. Привет всем. Спасибо, что пришли. Я рад вас видеть. Я думаю, что Соня Delane вдохновила не только Графпром, как вы можете видеть здесь, но еще порядка на самом деле 200 дизайнеров, которые прислали свои работы совершенно неожиданно для нас. Мы вообще пришли к этой идее, потому что есть уже некая традиция в международном графдизайнерском сообществе делать плакатные акции, посвященные юбилеям разных художников и дизайнеров. И этим летом мы были в Польше на одной из выставок авангардистов, и даже там Соня Delane занимала свое почетное место, несмотря на то, что она не была полькой, но она на них тоже повлияла. Об этом нам рассказывал сам Петр Рыбсон, директор Музея Народова в Варшаве. Это, я думаю, заранило некое зерно в наших головах, и позже мысль сформировалась окончательно, когда мы ехали в Киев для того, чтобы рассказывать о наших проектах с издательством «Родовит» на лекции «Укрдруг». Мы, подбирая визуальный материал для того, чтобы рассказать о том, как и почему мы любим украинское искусство, решили, что Соня Delane является одним из наших дизайн-богов, и поняли, что так как будет 130-летие этой художницы в этом году, надо объявлять плакатную акцию, что мы сделали прямо на лекции в конце. И все вы можете видеть, насколько сильным и радостным, и энергетически мощным было её искусство, и то, что дошло до нас, то, что мы можем видеть. Эта энергия, о которой пишут тоже искусствоведы, и рассказывал нам Пётр Рыбсон, она сквозит даже в плакатах, которые сделаны по мотивам того, что делала сама Соня Delane. И её описывают как очень энергичную и предприимчивую женщину, которая, с одной стороны, могла поддержать высокоинтеллектуальные изыскания своего мужа Робера де Ланне, с другой стороны, была практичной и понимала, что у искусства есть некая его материальная сторона, и она, на мой взгляд, сделала то, что выгодно её отличало, она соединила одно с другим, и получился тот самый тотальный дизайн, который выходил из её ателье, когда не только на полотне вы могли увидеть, но даже и на автомобиле какие-то паттерны, созданные Соней Delane. Так вот, когда мы объявили о том, что мы хотим провести эту плакатную акцию, мы совершенно не ожидали о том, что география будет настолько широка, и мы получим около 200 работ со всего мира, посвящённых тому, что делала эта художница. Но я думаю, именно эта её заводная радостная энергия, именно она и вдохновила всех, и люди радостно откликнулись. То есть для некоторых это было их первым, например, возможно, даже плакатом, который был сделан, не знаю точно про молодую польку, чья работа, кажется, даже здесь есть, по фамилии Тофел, которая только поступила в Лондонский колледж искусства, и это для неё было своего рода посвящением, и очень большим стимулом для продолжения дальнейшей деятельности и вдохновением. Я думаю, что не только этот пример, и многие другие тоже. И в то же время, что удивительно, и такие именитые дизайнеры, как, например, Никлаус Трокслер или Петер Банков, прислали нам свои плакаты, что сразу перевело уровень акции в серьёзный международный уровень, и я думаю, нам не стыдно было бы показать это и в Париже, и в Лондоне, и где бы то ни было ещё. И я надеюсь, так и будет рано или поздно. В ближайшие планы входит показ этой выставки в Варшаве, например. Ну всё, я не буду больше говорить, всем скучно. Давайте пить, веселиться, тусоваться, да? Хорошо, спасибо. Выставка открыта, она будет работать до 13 марта. Всем хорошего вечера. Давайте тусоваться. Смотреть можно, смотреть. Спасибо.